Всем привет! Всем доброе утро! Всех с праздником! С днем Победы! С праздником Великой Победы! И у нас сегодня 11 месяцев. Вот у нас сегодня двойной праздник. Мы жарим, не знаю видно, не будет, не видно, жарим купаты купленные в супермаркете Титан Вулан-Удэ, купаты таежные из мяса зюбра и лося. Всем советуем, потому что брали бузы с таким же составом, тоже таежные. Мясо было рубленное, очень были вкусные. Стоили, если не ошибаюсь, 99 рублей 450 грамм. Да, Татьяна говорит. Очень вкусные. Кто будет в Уулан-Удэ, обязательно берите, пробуйте. Вот такие у нас тут пейзажи сегодня без снега, с неба. Утром Байкал был замерзший. Да, утром Байкал был замерзший, сейчас подрастаял. У нас проснулись, у нас здесь плавали лебеди, утки. В общем, вот такая красота была у нас. Сейчас покушаем и поедем в сторону Иркутска. Вчера мы проехали около 160 километров. Дорога была просто от аспад конец. И по состоянию, и по погоде. Да, да. Да, ну мы доехали, слава богу. Скрин, как сюда заехать, на эту бетонную площадку, в Байкалу подъехать. С гугл-карты я выложу в видео. В общем, подъезд нормальный, мы с прицепом не отцеплялись, сюда заехали. А сюда прям идет асфальтированная дорога, подразбитая, но асфальтированная. Утром приехали рыбаки, отцепляли лодки. Мы спросили у них, есть ли смысл спиннинг с берега покидать. Они говорят, что сейчас смысла нет. Вся рыба далеко от берега, еще пока берегу не подойдет. Либо в речках, которые впадают. В общем, они далеко ушли, мы наблюдали за ними в бинокль, потом уже и в бинокль их стало не видно. Поехали они за деликатесом. Ну вот такие дела, сейчас кушаем и едем в Иркут. Вчера, такая погода была, слушай, ветер, прибой сильный. А сегодня встали, здесь заливчик вообще замерз, лед. А здесь тихо, хорошо. Ой, лебедь, зай, вон, лебедь и утки. Лебедь, настоящий лебедь. Обалдеть. Вот он он, Байкал. А вон там заснеженные горы. Это то, что нас ждет впереди. Ну. С нами точно не скучно. Поедем. Слушай, это остров получается напротив, да? Судя по всему, потому что там берегов не видно. И там есть круглые. На Байкале камни круглые. Ага. Ага. Вон там уточки и лебедь плавает. Ага. А, даже не один их, там несколько, вот смотри. Ага. Да, вот он он, Байкал, где поменьше течения, видать. Волн замерз за ночь. Ну, сегодня ничего, сегодня вообще ветра нету. И тепло. Да, и тепло. Солнышко припитает. Да. Ой. Тебе камерка увеличивает. Иди к маме. Остановились мы вчера, вот там бетонная площадка такая. В принципе, дорога, хоть асфальт и разбитый, но асфальт. Вот так вот ехать, съехать, с дороги поставить можно. Единственное, что тут старый причал, тут, видать, предприятие. Раньше было по дереву переработки или заготовки. Не знаю, может быть, было волн. Ну, потому что там была организация, видно, какая-то там здаль, дальше здание развалившееся. Здесь бетонный причал. Набережная бетонная была. Причал бетонный, все развалившееся. А вообще, конечно, красота. Воздух чистый. Классно. Да. А Байкал какой чистый, вон как далеко. Да, за 20-30 метров ты стоишь и спокойно дно увидишь. Это туда. Вообще классно. Да. Летом бы сюда приехать, вообще красота. Да, на Байкал надо и все-таки ехать летом, чтобы и нерв посмотреть. Байкальских. Ну. Они тут гоняют. Ну. Да и вообще очень красиво. Да. Да и сейчас красиво. Да. А так надо сфотографировать. Камни круглые, ага. Вот это вид, ребята. А вон там, а уже не видно, только что видно было Байкал справа. Обалдеть. Да. Это уже вам не сопки. Это уже реально горы. Обалдеть. 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 Вот, байкал. О, там даже целый пляж. Съехали мы с трассы, речка Переемная, Переемная, берем снасти и пойдем смотреть красоту. Вот такая красота тут, Переемная впадает в Байкал. Заметь, что цвет разный. Вот это и Байкала, реки и Байкала, и прямо видно как соединяется. Папуля наш, да? Пойдем вон там, там вообще красота поснимаем. Сейчас, автомобильный ЕЖД мост. Сейчас. Обалдеть. Шикарно. Шикарно. Не то слово. Видите, я вас сниму тоже. Шикарно. Шикарно. Вот такая тут красота. А там Байкал. А тут вот такая речка. А тут вот такие горы. Все, отдохнули мы на этой речке под названием Переемная. Едем дальше. Ну еще немножечко Байкала. Я хочу, вон видно дно, камушки. Видно? Видно. За 30 км до Струдянки после Байкальска началась вот такая дорога. У нас ребенка такая. Вон там. Видимо. Да. Ну да, да. А сейчас жиловые факты. И думаешь, после них я дурак и будет. Может быть не стали вот данным. Ну да. В принципе, я честно говоря, я не знаю. Своему стыду думал, что, блин, деревня и деревня. Большой поселок Свердянка. Я бы сказала, даже городочек, да? Да, да, это ПГТ, наверное, даже. Да, и новые здания такие хорошие есть. И старей их много. Это при том, что мы-то по одной улице проехали, я думаю. Там, судя по всему, и влево-вправо еще много улиц. Станция большая, узловая. Станция большая, да, я ее заснял, если видно будет. Наверное, школа. Да. Лега следят. Ну тут частный сектор уже пошел, сытый папа, я рад за вашего папу, солнце в камеру наверно засвечивает. Короче, это светофор, вот он у нас тут, это в Слюдянке, город, да? Вот видишь, ой, ну здесь дороже в Слюдянке, вообще я так понял, что в Иркутске все-таки подороже бензин, чем в Бурятии в Иркутске, но это Слюдянка, надо не забывать, что там, возможно, будет дешевле, потому что перед этим был дешевле бензин, даже по 3650 попадался мне в какой-то из каком-то из поселков. машину разыгрывать, заправься по 3960 и выиграй Хундай, ремонт моста, река Похабика, ну да, Похабная река. Новые дома есть, сколько? 33000 за квадратный метр. Вот здесь, да, 33000 за квадратный метр, если кому надо. Ну вот, мы и проехали Байкал, прощаемся с Байкалом. Да, впереди нас ждет Байкальский Херпантин и Иркутск. И Иркутск. Все, говорим пока-пока, Байкал. Пока-пока, он говорит, Лен. Да, пока-пока, Байкал. Отцепились мы, поднимаемся. Ну да, длинный подъем. Ну, проехали мы первый перевал, но ничего такого прям вау. Там опасно. Ну да, затяжной подъем, спуск был даже в одном месте 10%. Ну, как бы, нормально. Мы отцепились, нормально проехали. Ничего такого супер там опасного не увидели. На Байкальской дороге там было по опаснее места были. Но может дальше что-то такое будет прям вау. как нас там пугали все, что прям очень опасно. Дорога как дорога, не лети 200 и все. Самая настоящая щпилька. Здесь можно ралли-рейды проводить. разворачиваемся на 180 градусов. Да, кстати, здесь бы гонки провести было бы шикарно. Лес тут реально сказочный. Выходишь и аж воздух сладкий. Как в картине Шишкина. Только медведей не хватает. Остановились после серпантинов. Вот такие огромные тут. Вон, вон, сзади вот это. Ой, вообще. Пахнет просто сумасшедше. Вообще. огромный запах. Кедры. Запах изумительнейший. Я даже не знаю, как вам передать, чем пахнет. Пахнет кедрами. Тайга вообще, конечно, красота. Очень, очень вкусно пахнет. Это же сосна, да, заясь слева? Да. Нет. Это кедры? Гиганты. Уходим на Новосиб. В Иркутск мы не поедем. Такую петлю делать только для того, чтобы поснимать не стоит. Очень большой круг получается. И едем. Выезжаем на дорогу на Новосиб напрямую. До Новосибирска 1885 километров. Но нас еще ждет Красноярск. Обязательно, наверное, заедем по возможности. Обязательно, наверное. И поснимаем. Вот такая вот федералка в районе Иркутска. Две полосы в одну сторону. Лес. И две полосы во встречном направлении. За лесом. Никто никому не мешает. Дорога отличная. Буду, фу, боюсь, сглазить. После тех участков, как мы до Байкала добирались, уже боюсь говорить, отличная дорога. Но дорога отличная. Следующий пункт назначения у нас Красноярск. Сейчас переночуем где-нибудь перед Ангарском. Здесь найдем место. Заправку, кафе. Завтра, скорее всего, через Ангарск мы проедем. Потому что так короче. Да и город посмотреть. Обязная там петля. Вот такая вот федералочка. А, это Шарона, хотел сказать перед Ангарском. Но перед Ангарском, да, Ангарска 20 километров. Вот такая вот красивая дорога. Красноярск, 1032. Сейчас посмотрим, почем бензин. Я хочу заправиться на Роснефти. Но посмотрим еще на других, почем бензин. 92-й, 39-60. Все-таки подороже, чем в Бурятии. В Бурятии пока был самый дешевый бензин. Заехали мы в Ангарске в супермаркет. Взять на завтрак что-нибудь. Ну, я думаю, поснимаю. Потому что город снимать абсолютно бессмысленно. Все дома одинаковые. Трехэтажные, двух-трехэтажные. В сталинской постройке. Видно, что город именно тех годов построить. И скорее всего, на месте углубого бывшего. Сейчас с ним локтем. gente подойдет и ждет бывает. Ваш мусор до горящих оздоровец? Да. Конечно. В смысле? В смысле? Здесь нет. В смысле? ромовую бабу давай на завтрак возьмем что-нибудь выйдем из города становится сотрю цены даже чуть не выше чем у нас а ниже мне кажется наоборот ниже все-таки мы выше чем гулять и мне кажется больше лучше чем гулять я до даже говорю мне кажется что выше ценность сушка 75-70 уценка 70 о картошка почему-то то овощи картошка 29 вот чеснок классно вот этот красный о 105 в принципе белые 111 картошка 44 ну вот так вот у нас молоко есть не стали останавливаться в ангарске в самом до утра чтобы поснимать потому что поняли что смысла нет весь вот такой двух трехэтажный абсолютно одинаковые дома сталинской постройки видно что город те года и застроился пускай они на меня не обижаются но очень мрачный город освещение на улицах слабо и вот эти дома такая обстановка очень мрачный принципе снимать мы так поняли особо и нечего кроме вот этой площади и тут ангарск сити бизнес-центр типа всем больше тут ну вот мы проехались ничего интересного все одинаковые дома что интересно что стоит на везде значит нефтеперерабатывающий зовут рост нефти бензин стоит на полтора рубля дороже чем в бряки вот так